Леонид Гозман, российский политолог. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Хочу обсудить с вами одну тенденцию, которая сейчас явно наблюдается в российском обществе. Его женская половина уже открыто начинает высказывать свои претензии Минобороны России и Путину лично. Знаем, он не состоявшийся в нескольких митингах, жен мобилизованных им не позволили состояться под самыми разными предлогами. Так было и в Красноярске, и в Челябинске, и в Москве. В Новосибирске удалось согласовать митинг, но он был закрытый, без журналистов, а пропагандисты заранее обозвали сбор жен мобилизованных провокацией западных спецслужб. Тем не менее, женщины требуют прекратить бессрочную службу, как было объявлено до конца спецоперации, и вернуть мужей домой. Как вы оцениваете эти протесты? Смогут ли жен и матерей успокоить или задобрят шубами или ладами? Ну, знаете, кого-то, конечно, задобрят, кого-то успокоят, кого-то напугают, но в целом остановить это крайне сложно. Я думаю, что это очень серьезный вызов для Кремля. Ну, конечно, Кремль сам виноват, потому что их обманули. Их реально обманули, о чем они, используя матерные слова, и написали, ну, там, нас обманули и вас обманут. Вот, ну, только матом. Значит, видите ли, когда людей мобилизовывали, никто же не говорил, что это навсегда. Это они потом сказали, постфактум, они сказали, ну, вот, после победы вернутся, да, как закончится специальная военная операция. То есть, скорее всего, вообще никогда не вернутся. Никогда не вернутся. И, естественно, эти женщины маленько озверели. Значит, почему это опасно для властей, предельно опасно? Дело в том, что такой российской мифологии, мифологии российского фашистского государства, женщины, мужчины предназначены для того, чтобы умереть за Родину. Больше не для чего, да? Родина-мать призывает умереть, она не призывает жить никогда. Значит, мужчина должен умереть за Родину. А женщина должна рожать новых воинов и беречь семейный очаг, быть верной, ждать солдата, который вернется с победой, с войны. Вот это вот мифология. Таких женщин, которые рожают новых воинов и ждут солдат с войны, их положено уважать, к ним положено относиться прям по логике, по уголовной эстетике. Не забуду мать родную и так далее. И с такими женщинами очень трудно власти конфликтовать. Они свои. Это запрос изнутри. Бунт изнутри получается. Понимаете, если бы они сказали, ну постепенно они начинают, конечно, говорить, что они против войны, тогда бы сказали, что они агенты спецслужб иностранных, там, госдепа, бандеровцев или еще кого-то. А они, обратите внимание, они, ну вот вплоть до последнего заявления, они говорят, что они против войны. Они говорят, верните наших. Наших верните. И вот, вы знаете, вот поднять дубинку на такую женщину у ОМОНа может и не получиться. Причем, вы знаете, была же история уже. Была совершенно аналогичная история в нацистской Германии. В 43-м году нацисты, ну они к тому времени уже в Берлине всех евреев выловили, кроме одной небольшой группы. Это те евреи, которые были женаты на немецких женщинах. Вот их держали напоследок. И вот их тоже взяли в 43-м году. И их жены устроили бессрочную манифестацию на Розенштрассе в Берлине, требуя вернуть их мужей. Они не выступали против антисемитской политики Рейха в целом. Они были верните наших. И эта манифестация продолжалась несколько недель. Несколько недель. И по личному распоряжению Гиммлера эти мужчины были возвращены своим женам. Потому что нацистская власть, немецкая нацистская власть не осмелилась разгонять протест немецких женщин, которые выступали в защиту семьи, как положено выступать немецкой женщине. Русской женщине тоже положено выступать в защиту семьи. Поэтому я думаю, что им крайне сложно будет подавить этот протест. Просто крайне сложно, потому что возможно отказы спецназа и специальных подразделений это делать. Во-вторых, есть еще одна опасность. Если мужчины, которые находятся на фронте, узнают, что их женщин разгоняют дубинками, мы не знаем, как они реагируют. Причем, понимаете, это не конкретно обязательно те мужчины, жены которых вышли на протест. Это любой мужчина мобилизованный может считать, что сейчас там, а его жене сейчас дают дубинкой по голове. Это вообще сильно подрывает армию. Поэтому это очень серьезно. Да. Неизвестно, что вот эти женщины, родственники российских мобилизованных уже опубликовали манифест против бессрочной мобилизации в России. Обращение было опубликовано в телеграм-канале «Путь домой». И в нем семьи мобилизованных заявляют, что российское государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. Я просто подозреваю, что содержание этого манифеста может быть недоступно для многих россиян. Я процитирую отдельные фразы. «Мы, оказывается, не избиратели и не граждане, а, может быть, уже и не люди вовсе. Нас предают и истребляют свои же. Все это время нам только показывали ленивую стабильность, надежность, безопасность. Мы помним, как президент обещал, что резервистов не призовут, что задачи на СВО выполняют только профессиональные добровольцы. А потом наших любимых забрали в Украину. Обещания, по факту, оказались пустышкой. Многие не вернутся никогда. Мобилизация оказалась страшной ошибкой. Нас наказали за нашу законопослушность, говорится в манифесте. И еще родственники захватчиков жалуются, что их пытаются заткнуть выплатами и льготами. Однако, когда речь заходит о стоимости жизни любимого человека, хочется разорвать того, кто посмел сделать такое гаденькое предложение», пишут женщины. Да. Ну, прекрасно. Причем, обратите внимание, обратите внимание еще раз. Там нет выступлений против войны. Да. И это, и это, с точки зрения эффекта их действий, абсолютно правильно. Понимаете? Абсолютно правильно. Потому, что как только они начнут говорить против войны в целом, они попадают в категорию врагов Отечества. Все. А они не говорят против войны. Они не говорят против войны. Поэтому они очень опасны. В данном случае. Да. И здесь же есть обращение и к власти. Мы не понимаем, в чем ваша проблема. Почему вы искусственно делаете из нас врагов, хотя сами же и послали наших мужчин под ружье. Почему вместо того, чтобы решать проблемы, вы поливаете нас грязью через своих телевещателей? Понимаем, да, кто имеется в виду пропагандисты, Соловьев в частности. А точно ли враги мы, а не те, кто говорит, как у нас все замечательно? Не в ту сторону воюете. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Я очень это приветствую. Хотя, естественно, я, в отличие от них, понимаю, что корень зла именно в самой войне. Вот. Но, которая не нужна никому в России, кроме Путина, на самом деле. Но чисто тактически совершенно правильно. И надо понимать вот что. Что вот этот протест на самом деле, хотя они не говорят, что они против войны, он на самом деле против войны. Он на самом деле против войны. Он ослабляет российскую армию. Он ослабляет возможность продолжать агрессию. Да. И тут еще один важный есть момент, абзац. Да, вот эти люди, они, кроме всего, еще и страшно возмущены. Вот это недавняя новость с тем, что Путин помиловал осужденного на 22 года колонии строгого режима за серию убийств и каннибализм рецидивиста Дениса Горина. Опять процитирую. Видимо, нашу с вами родину освобождают для самых сливок общества. Маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек. Почему они не в окопах, кстати? Отрисательная селекция в действии. Мы предлагаем русский мир, но каков он оказался? Кажется, мы свернули куда-то не туда. Говорится в манифесте. Да, вы совершенно верны. Я тоже об этом подумал, что здесь нет явного протеста против войны в Украине. Не сдаются эти жены вопросом, а почему, с какой целью мы вторглись в Украину? Почему наши солдаты убивают украинских женщин и детей? Скажите, наверное, этими вопросами так и не зададутся россияне в основной своей массе. Я вот читал вашу статью «Жизнь в контексте смерти. Культурные и психологические корни войны и молчания в Российской Федерации». Там вы называли и политические, и психологические, и исторические причины, почему россияне молчат. И как эта рабская модель поведения, так сказать, зашита издавна в той самой мифологии, в известных стихах и песнях, где можно найти и покорность умереть, за родину, если власть прикажет, и насилие там оправдывается, и захват чужих земель, и отношения к своим павшим солдатам. Отряд не заметил потери бойца. Скажите, так и будет продолжаться? Вот это невозможно выкорчевать? Или когда уже более 325 тысяч погибших российских солдат, не заметить потери становится невозможно? Ну, смотрите, здесь есть несколько аспектов. Ну, во-первых, статья была русская. Уж позвольте мне рекламу. Статья была в «Москва Таймс». «Москва Таймс» это по-русски сейчас издается. То есть она есть по-английски, по-русски статья опубликована по-русски. Вот, поэтому она, правда, большая, 45 тысяч знаков. Значит, видите ли, во-первых, будет ли это всегда. Дело в том, что я пытался понять, как мы дошли до жизни такой. Но в том, что пропаганда не может быть столь эффективной, какой она себя показала, если бы не было базы, бэкграунда, базы всего этого дела в русской культуре, в русском искусстве. Вот я пытался понять эту базу. И вот я ее констатирую так, как я ее вижу. Ну, это же не значит, что нельзя пойти дальше. У нас вообще надо понимать прошлое. Прошлое свое собственное. Ты должен понимать, как ты жил, что у тебя за семья, какие у тебя дурные привычки. Ну, все что угодно. Но это не значит, что ты должен продолжать ту жизнь, в которой ты живешь сейчас, и не можешь ее изменить. Ты можешь ее изменить. Наоборот, понимание, понимание собственной жизни, оно и является необходимым условием ее изменения. Ее изменения к лучшему. Ну, как ты считаешь, к лучшему. То же самое для страны. Для любой страны. Для вас, для России, для Германии. Надо понимать свое прошлое. Надо понимать сложности и негативы этого прошлого. Тогда ты можешь изменить жизнь страны к лучшему. Поэтому вот эта культурная база, она, это не предопределенность. Это не предопределенность. Это просто вот, ну, как сказать, это вот ландшафт, если хотите. Тот ландшафт, или те там геодетические условия, на которые мы строим здания. Мы должны учитывать ландшафт? Должны. Должны учитывать качество почвы? Должны. Но это не значит, что мы не можем построить такое здание, которое хотим построить. Вот я вот не хочу, чтобы строился тот кошмар, который строится сейчас. Понимаете? И миллионы людей в России этого не хотят, а хотят строить нормальную европейскую страну. Но понимать надо. Надо понимать что. Теперь, как повлияют вот потери? Потери, ну, разные источники называют разные цифры, естественно. Вот, поэтому сейчас речь не о цифрах, а речь о том, насколько они как бы серьезны, эти потери. Во-первых, по-видимому, они растут. Ну, британская то ли разведка, то ли какой-то исследовательский центр сказал сейчас, что таких потерь, как сейчас, не было даже во время штурма Бахмута. Окей. Я не знаю, правильная ли у них методика подсчета. Может быть, и она не идеальна. Идеальных не бывает. Но если они меряют по одному и той же методике и получают рост, да, значит, рост есть. Теперь, значит, когда этот рост повлияет на наше население? Значит, пока он особо не влияет, потому что власти при всей своей тупости, тем не менее, некоторых ошибок не делают. Они забирают людей, на гибель которых не будет сильного общественного резонанса. Значит, смотрите, они берут людей из глухой провинции. Глухая провинция, как-нибудь Матараканская область, там забытая богом деревня. Вот оттуда они забирают мужиков. И про гибель этих мужиков никто, кроме их жен, не узнает. Ну, потому что там нету, нет коммуникации, ну, ничего нету, понимаете. Если бы это все было пропорционально, и такой же процент был в Москве, то уже бы на ушах все стояли. Но они очень осторожны. Они из Москвы, из Питера, из Ветеринбурга, они берут меньше людей, чем из провинции, относительно меньше. Кроме того, те, кого они берут из Москвы или из Питера, люди более образованные обычно, в целом, ну, в целом более образованные. Раз они более образованные, они попадают в более технологичные войска и не попадают на эти, страшное это выражение, местные штурмы. Да, они на них не попадают, значит, у них больше шансов выжить, понимаете. И московский парень или питерский, он с боль, у него больше шансов вернуться домой, да еще и целым, за руками с ногами, чем у парня из Подволга. И они, как показали вы только что в вашем сюжете, они начинают, то есть, ну, они давно начали, но сейчас интенсифицировали набор совсем уже бесправных людей, мигрантов, ну, на которых вообще всем наплевать в России, понимаете. Просто они здесь без корней, без связей, ну, погиб и погиб, понимаете. Опять же никто, кроме его жены, не заметит. Вот, поэтому, как бы, субъективно, вот, по ощущениям людей, знаете, как когда метеорологический прогноз, там, дается, или сводка погоды, говорят, там, погода, там, не знаю, минус три, а воспринимается как минус шесть, да. Так вот, по восприятию числа потерь, восприятие числа потерь меньше, чем эти потери в реальности. — Леонид Яковлевич, а вы в этой же статье пишете, что сейчас российское общество, люди больше походят, как вы сказали, на уставшую женщину, да, которая желает, чтобы от нее просто отцепились, отстали. Скажите, ну, вот это, вот, и мы, кстати, говорили про бунты жены матерей, вот эта уставшая женщина может, не знаю, развернуться и, в конце концов, врезать коромыслом, да, чтобы, так сказать, от нее отстали? — Ну, ее трудно до этого довести, конечно, ее трудно до этого довести, но... — Но женщина заводится, да, судя по всему? — Ну, Владимир Владимирович старается, может, у него и получится, я не знаю. Но вообще, конечно, понимаете, нет энтузиазма. Вот в России надо понимать, что, когда показывают цифры опросов, там, еще что-то такое, или там, тем более этих бесноватых, которые там в телевизоре бьются в падучий, то кажется, что вот, значит, там, все в таком энтузиазме, нет никакого энтузиазма, вообще нет. Понимаете, это, конечно, фашистское государство, но это не фашистское общество. Фашистское общество предполагает экзальтацию какую-то, вот эти вот факельные шествия, там, шествия чернорубашечников, там, и так далее, вот то, что мы видели в Германии, в Италии, там, в некоторых других странах, или там, в Российской империи, в какие-то годы ее существования, ну, в Советской империи, да, мы это видели иногда. А здесь нет ничего, понимаете. Происходит там, не знаю, там, какое-нибудь крупное поражение российских вооруженных сил, там, ну, либо там, бегство из отступления, то есть, Херсона, бегство из Кальковской области, потоплен флагманский крейсер «Москва». Ну, и чего, кто-нибудь расстраивается в Москве? Нет. Нет. Во время русско-японской войны, когда потопили крейсер Петропавловск, когда там на мине подорвался, государь траур объявлял. Траур объявлял. И народ вообще был весь там потрясен, если бы, как же так, Петропавловск, значит, потонул вместе с адмиралом Макаровым, и так далее. Сейчас всем наплевать. Или когда они сообщают о чем-то, что они подают как свою победу, там, вот, взяли Бахмут. Взяли, да? Окей. Слушайте, никакой радости нет. Всем наочихать. Понимаете? Всем наочихать. Но все проходит на другом уровне. Вот. Как это, как, вот, если у вас включен двигатель, машина, да, на нейтралке. Там все крутится, там все гудит, да? А только эти шестеренки, они друг друга не трогают. Вообще, понимаете? И вот на верхнем уровне вот этот вот крик, вой, там, ура, значит, там, освобождаем, там, Донбасс от бандеровцев, еще что-то такое, да? Или там, они вот там мальчиков трусика распинают по-русски, запрещают говорить. А вот эта толща воды, ей все пофигу. Опять же, как шторм на море, понимаете? На море шторм, там, на метр поднырни. Там тишина. Да, да. Ну, тем не менее, вот и американские исследователи сейчас утверждают, что неспособность Кремля, именно обороны России, одержать быструю побеги в войне в Украине, которая, как первоначально, ожидалась продлиться всего пару недель, подорвала все это доверие россиян к армии. Снижение этого доверия фиксируется во всех демографических и социальных группах. Мужчины, женщины, молодежь, пожилые люди, богатые, бедные. Все они меньше доверяют сейчас российским вооруженным силам. Возвращение. Да. Ну, и более того, это все, вот эти неудачи на поле боя, и все, что не по плану, как заявлялось, все это укрепляет и разочарование в своей... Несомненно. Вы знаете, кто-то, по-моему, из нацистских лидеров говорил, что можно обманывать очень долго немногих, можно обманывать многих недолго, но нельзя обманывать долго многих. Вот не получается, понимаете? И поэтому, хотя они действительно не обещали так прямо ртом взять Киев за три дня, но откуда-то это взялось, этот мем, понимаете? И всем понятно, что они обделывались Киевом, не видать, как своих ушей, дай бог. Ну, нашли же под Киевом, там в Буче и в Арпене, находили же парадную форму для маршала. Да. Так они верили, в том-то и дело. Понимаете, что это... Вот эта война, эта война, но очень чисто психологический характер. Понимаете, ну вот бывают войны, которые там назревают, вот назревают, вот ничего не поделось, да? Как там, меня еще в школе учили, там война за передел уже поделенного мира, там, крупные державы, там, не могут договориться, там, и так далее, да? Здесь не было ни одной причины для этой войны. Понимаете, ни одной. В российско-украинских отношениях не было ни одного вопроса, который нельзя было решить переговорами. Ни одного, да? Даже, я думаю, самый сложный, действительно, самый сложный вопрос, это судьба базы Черноморского флота в Севастополе. Если вы вступаете в НАТО, да, ну потому что тогда нельзя базу чужой страны, там, ну и так далее, да? Окей, ну, страны, не входящие в НАТО. Даже этот вопрос можно было решать переговорами. Ну, можно было его решать переговорами, наверняка, да? Вот. Не было ни одной причины. Нет, Россия не получает ничего от этой войны, как бы она ни шла. Не только сейчас, когда она завязана, ни черта не получается. Но даже если бы война шла по плану Путина, о чем Россия получила? О чем получили русские люди? Ну, ничего, как они еще не получили от аннексии Крыма. Естественно, ничего совершенно, да? Эта война зародилась в голове одного человека. Вот в его больном сознании это произошло, понимаете? Вот он верит в то, что он восстанавливает нормальный миропорядок. Он же уже тысячу раз говорил, что Украину придумал Ленин, что русские украинцы один народ, что нет украинского языка, там, и так далее, и так далее, да? И он начал войну за уничтожение Украины. Вот никакой другой цели, кроме как уничтожить Украину, этой войны нет. Ее должно уничтожить как политический субъект, как культурный субъект. Вот не должно быть этой страны. Вот чего он хочет. Знаете, вот чего он хочет. И это только в его голове. Это вот полный кошмар, на самом деле, да? Он в этом смысле более безумен, чем был безумен Гитлер. У Гитлера была вот эта идея, там, господствориться, там, еще чего-то. Она была злобная и безумная, но тем не менее она была... У этого даже этого нет. Да. Что ж, верим вооруженные силы Украины. Спасибо вам, Ленин Киркевич. Слава Украине. Да, героям слава. Спасибо за этот разговор. Ленин Гозман, российский политолог, был в нашем эфире. Всего хорошего, Ленин Яковлевич. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok